Гетмовис. Канал для всей семьи. Мишки, 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 мишки. Пиццерия. Готово! Будет работать как новенький. Вот здорово, Кеша! Спасибо! Обращайся! Ну всё, я пошёл. У нас футбол. Подожди! Вот, возьми с собой. Пицца! Спасибо, лисичка. Да это жрецо с улыбкой. Только носа не хватает. Сейчас исправим. Иннокентий, ты дома? Пойдёшь играть? Ага, я сейчас. Где же он? Во, нашёл. Футбол не убежит, а вот пицца остынет. Опа! Угощайтесь. Ого, какая красивая пицца. Ничего вкуснее в жизни не ел. Не знала, что Кеша так вкусно делает пиццу. Я? Ну, вообще-то не совсем. Не скромничай. Тебе определённо надо открывать свою пиццерию. Отличная идея. Хм, звучит здорово. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- чтобы было вкусно. Чур я первый в очереди. Какую пиццу ты на этот раз приготовишь? Приготовлю? А, ну, подождите. Вы подумали, что пиццерия уже открыта? Да тут же еще полно работы. Вот, например, надо сделать... вывеску. И правда, без вывески никакого открытия не бывает. Вот-вот. Какое же кафе без вывески? Так что приходите позже. Я же не умею готовить. Ладно, сделаю вывеску, а там посмотрим. Ну вот, теперь и вывеска на месте. Наконец-то! С открытием! Ой, вы что, уже пришли? Мне, пожалуйста, с ананасами. Я буду сырную. А с грибами есть? А с медом? Так, не все сразу. Ждите. Что же делать? Надо срочно что-то придумать. О, идея! Ой, какая досада! Электричество отключилось. Без него ничего не приготовишь. Давайте я попробую починить, а вы пока погуляйте. Что же делать? Я же не умею готовить. Всем привет! А чего это вы тут сидите? Ждем открытия Кешиной пиццерии. Вот здорово! Съезжу за лимонадом и вернусь. Что-то долго Кеши нет. Пойду-ка, помогу ему. О, да тут же все просто. Ура! Электричество наладилось. Ого! И правда, Кеша, готовь уже скорее. Так хочется есть. Я тут вспомнил, моя книга рецептов осталась у лисички. Я ей давал почитать. Какая еще книга? Я ничего у тебя не брала. Да? Значит, я ее где-то потерял. Лисичка, можно тебя на минутку? Я угостил друзей твоей пиццей. А они подумали, что это я ее готовил. И уговорили меня открыть пиццерию. Теперь они ждут, а я же совсем не умею готовить. Ничего, я тебя научу. Налетайте, пока горячее. Это еще вкуснее. Кеша, ты настоящий шеф-повар. Вообще-то, я должен кое в чем признаться. В прошлый раз пиццу готовила лисичка. А я только помидоркой украсил. Да и в этот раз без лисички я бы не справился. Какие вы оба молодцы. Популярное видео Сегодня я сниму видео про одуванчик. Одуванчик – многолетнее растение семейства Астров. Привет, тученце! Что это ты ищешь? Привет, Кеша! Я ничего не ищу. Я снимаю видео о растениях. Разве интересно смотреть о растениях? Хочешь делать классные видео? Ну да. Тогда снимай про изобретение. Думаешь, изобретение интереснее растений? Конечно, тученце! Ну, если ты так считаешь, давай попробуем. Что будем изобретать? Может, сделаем кормушку? Ты что, тученце? Надо изобрести что-то поинтереснее. Так-так, идея! Сделаем прыгающие ботинки. Ай, тученце! Уф! 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 Ах! Уф! Уф! Тучка, а почему ты сидишь на земле? Привет, лисичка! Мы тут изобретаем прыгающие ботинки. Смотри! Это Кеша изобретает. У меня не получается. Надо снимать про что-то другое. Ну, если ты хочешь снимать, то давай снимать про кулинарию. Не знаю, лисичка. Я не очень хорошо готовлю. Не волнуйся, Тучка. Я тебя всему научу. Ну, сни. Лучше Тучки снимать про изобретение. Ну, у Тучки не выходят изобретать. Может, с кулинарией получится. Тучка, ты согласен? Ну, можно попробовать. Всем привет! Что делаете? Привет, Саня! Мы снимаем кулинарное видео. Только у меня не получается готовить. Это у лисички талант. Да зачем тебе готовить? Знаешь, что нужно снимать? Что? Трюхи на скейте. Нет-нет, Саня. Кататься я точно не умею. Трюхи на скейте. Тучка, ты в порядке? Ну, вроде того. Тебе всё-таки лучше снимать кулинарное видео. Это интереснее и безопаснее. Ты что, лисичка? Смотри, как смешно получилось. Хе-хе-хе. Да вы чего? Нужно снимать про изобретение. Трюхи на скейте. Про кулинарию. Тученце, ты решил, о чём будешь снимать? А то мы уже столько времени спорим. Времени. А ты знал, что по одуванчику можно определить время? Время по цветку. Одуванчик распускается в шесть утра, а закрывается в три часа дня. Ух ты! А из сока одуванчика можно получить резину. А ещё из одуванчиков готовят варенье. Надо будет приготовить. Тучка, мы теперь обязательно будем смотреть твои видео о растениях. Оказывается, это очень интересно. Теперь я понял, что надо было сразу делать то, что мне интересно и в чём я разбираюсь. Да, Тучка, ты прав. Свистать всех наверх. Ой, Саня, смотри, у ребят там батут. Ого, в форме корабля. Саня, Соня, привет. Поможете надуть корабль? Что-то не хочется. Мы лучше подождём, когда вы закончите. Смотрите, кто не помогал надувать, играть тоже не будет. Вы так целый день надувать будете. А мы уже играем. Свистать всех наверх. Ура! Ура! Внимание! Справа по борту неопознанная корзина. Это я приготовила нам пиццу. Ого! Спасибо, Лисичка. Пицца! Отлично! Идём есть, точнее, отдать швартовый. Есть, капитан. Причалить к берегу. Нам нужно пополнить ясные припасы. Да, капитан. А можно теперь мы поиграем на корабле? Нет, ребята. Кто не помогал надувать корабль, играть не будет. Ах, надо было помочь ребятам. Соня, у меня есть идея. Мы заберём корабль себе. Ну как? Очень просто. Мы переоденемся в пиратов и угоним корабль. Ха-ха! Отличный план. М-м-м, как вкусно! Пой, корабль уплывает! Как же так? Я же хорошо его привязал. Смотрите! Там на корабле кто-то есть. Ха-ха-ха! Это же пираты! Какой ужас! Не бойся, лисичка! Мы догоним их и вернём наш корабль себе. Е-е-е! Как здорово! У-у-у! Эй, вы! Пираты! Отдайте наш корабль, Саня! Что будем делать? Как что? Будем защищать корабль! Ой! А-а-а-а! А-а-а-а! Спасите! А-а-а-а! Как это? Вот ают! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Спасите! Помогите! Так это вы были пиратами? Да! Мы просто хотели поиграть на корабле! Уф! Спасибо! Извините нас, пожалуйста! Ладно! Мы вас простим! Но обещайте больше так не делать! Обещаем! А что делать с кораблём? Ну, это мы поможем! Готово! Ура! А теперь все наборцы! Вставь всех наверх! Волшебное слово! Начинаем испытание! Так, стоп! Сейчас поправим! О! Кеша! У тебя новый актракцион! Можно прокатиться! Привет! Кататься пока рано! Нужно закончить испытание! Приходите попозже! Саня, ты не сказал волшебное слово! Пожалуйста, Кеша! Да мне не жалко, Соня! Просто не готова ещё! Подождите, ребята! Немножко осталось! Ага! Не готова у него! Жадина! Идём, Саня! М-м-м! Не понимаю! Я же сказала волшебное слово! Может, на Кешу волшебные слова не действуют? О! Привет, Валя! А что ты там копаешь? Привет, ребята! Я ищу клад! Надеюсь, эта карта настоящая! Кататься! Ого! Здорово! Я тоже хочу найти клад! И я! Давай мы тебе поможем! Нет-нет-нет! Стойте! Я ещё не сделал ступеньки! А без них спускаться опасно! Ну, пожалуйста! Потерпите, друзья! Это недолго! Ха! Тоже мне друг! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Теперь добавить лимон и варить 15 минут! Привет, Лисичка! Привет, ребята! Ух ты! Компот! Угостишь? Саня, опять ты забыл волшебное слово! Пожалуйста, Лисичка! Компот ещё не готов! Погуляйте немного! Я вас позову! Цыпа, поиграем после тренировки! Не мешай, пожалуйста! Не ожидал такого от Лисички! Я тоже! Она совсем не слышит волшебных слов! Привет, Тучка! Помоги нам, пожалуйста! Привет, ребята! Что случилось? Как нам быть, если наши друзья самые большие жадины в лесу? Даже Лисичка! Наша Лисичка? Не верю! Она всегда угощает нас чем-то вкусненьким! А нас не угостило! Мы ведь и слово волшебное сказали! Пожалуйста! Ха! Волшебное! Обычное бесполезное слово! Пожалуйста! Настоящее волшебное слово! Но не всегда можно получить то, что просишь! Подумайте! Наверняка у Лисички была причина! Аммм... Компот не готов! Это причина? Точно! Лисичка не жадничала! Она просто попросила нас немного подождать! Саня! Соня! Вот вы где! Привет, Тучка! Привет, Лисичка! Ребята! Компот готов! Ммм... 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 Вкуснотища! Спасибо, Лисичка! Спасибо! Спасибо! Мой любимый! Малиновый! А можно еще? Пожалуйста! Конечно, можно! На здоровье! А вам, ребята! Друзья! Простите, что мы плохо о вас подумали! Иногда мы надеемся на волшебные слова, но не слышим самых обычных! Ребята, а я уже доделал лестницу! Приглашаю всех на поиски сокровищ! Ух ты! Сокровища! Здорово, Валя! Только сначала давайте покатаемся на моем новом аттракционе! Да! Да! Идем! Здорово! Да! Здорово! 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 Спасибо, Кеша! Пожалуйста! День по-другому! Ха! Соня, я первый! Ничего, на следующем круге я тебя обгоню! Корыш готов! Осталось взбить крем! Теперь база лодки! Скоро здесь будет чистота! Ой, темнота! Ой! Похоже, что-то с электричеством! Привет, друзья! У вас тоже электричество отключилось? Да! Очень не вовремя! И как нам теперь в приставку играть? Надо идти к Аннокентию! Он разберется! А вот и Кеша! Всем привет! Маленькое объявление! Я тут тестировал новый прибор и не рассчитал мощность! Так вот, почему электричества нет! А-а-а! Понятно! Ну вот! Я ведь почти обогнала Саню! Это я тебя почти обогнал! Без паники! Электромагнитный излучатель уже перезапущен! К вечеру все заработает! К вечеру! Это же долго! Ерунда, Лисичка! День пролетит быстро! Надо только придумать развлечение! Например? Ну, вы с Саней поиграйте в приставку! Лисичка может испечь торт, Тучка музыку послушать! А Валя пусть в музей пропылесосит! Без электричества пылесос не работает! И музыкальная колонка тоже! И миксер! И игры! Так! О! Придумал! Устроим пикник! Но какой же пикник без еды? Ну почему без еды? Возьмем из дома фрукты, растопим самовар, пожарим что-нибудь на костре! Звучит здорово! Только жаль, что музыку послушать не получится! Так у тебя же есть патефон с пластинками! Точно! Я про него совсем забыл! Все равно без электричества ни во что не поиграешь! Вообще-то у нас дома полно настольных игр! Попробую тебя в них обыграть! По-моему, отличное место для пикник! Пикника! Ого! Что это? Удлинитель и лампочка! Ну ты даешь! Электричества все равно нет! Зачем они нам? Как только лампочка загорится, значит электричество снова заработало! Ну а пока наслаждаемся пикником! Пикник! 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 Субтитры подогнал «Симон» Ммм, зефирки на костре, красота! И чай самовара, кажется, даже вкуснее! И патефон уютно шипит! Да, отличный пикник! Будет бы ещё сфотографироваться на память! Это запросто! У меня на телефоне есть камера! Ой, зарядка садится! Точнее, уже села! Эх, не успели! Ну, вспомнил! У меня в музее есть старый фотоаппарат! Вот, ему зарядка не нужна! Вставайте поближе! Превосходно! А теперь улыбочку! Готовы? Смотрите, Кешина лампочка горит! Получается, электричество включилось, а мы и не заметили! Потому что и без него было весело! Да, электричество – это, конечно, нужное и важное изобретение! Но иногда здорово провести день по-другому! Раз всем понравилось, пойду-ка я ещё один прибор потестирую! Возможны перебои с электричеством! Кеша! Фартук Привет, лисичка! Привет, ребята! Мы собрали для тебя клубнику! Ух ты! Я как раз собиралась готовить пирог! Пирог? Тогда... Тогда мы подготовим место для пикника! Отличная идея, Иннокентий! Тученция, запоминай! Берём билет, зонтик от солнца и лимонад! Берём билет, зонтик от солнца и лимонад! Ещё с мальчиком! Плед расправил! Зонтик и напитки на месте! Ух ты! Вот это да! Ух ты! Лисичка! Какой у тебя красивый фартук! Тебе очень идёт! Спасибо, мальчики, мне тоже нравится Ой, я совсем забыла о пироге Но если я буду готовить, мой новый фартук может испачкаться Лисичка, фартук и нужен для того, чтобы готовить И пикник без пирога не получится Вы правы, но что же делать? Может надеть на этот фартук другой фартук? Или вывернуть его наизнанку? Или повесить его в стороне? Нет, плохие идеи Лисичка, а давай мы сами приготовим пирог Ты главное говори, что делать Хорошая идея, Тучка Сейчас мы приготовим самый вкусный пирог С чего начинать? Для начала надо отмерить муки Кеша, Тучка, аккуратнее А то вся мука разлетится Апчхи, апчхи Что дальше, лисичка? Теперь надо помыть клубнику Апчхи, пирога Теперь нужно добавить сахар. Поберегись! Кеша, это же соль! Я всё исправлю. Сахар перебьёт вкус соли. Главное побольше насыпь. Стоп, стоп, стоп! Кеша, Тучка, спасибо. Дальше я сама. Вот теперь у нас получится замечательный пирог. Ой, лисичка, ты всё же запачкала фартук. Ничего страшного. Новые фартуки только у тех, кто ничего не готовит. Извините, друзья, что я об этом чуть не забыла. Лисичка, оказывается, готовить пироги куда сложнее, чем их есть. Ты нас потом потренируй готовить. Потренирую. После того, как и вам сошлю красивые фартуки. Пианисты. Тучка, прекрасное выступление. Спасибо, лисичка. Но я ещё только изучаю инструмент. Оказывается, на скрипке играть очень сложно. А мы с Зоней на чём угодно сыграем. Да, без всяких изучений. И устроим грандиозный концерт. Ай. Саня, а на чём мы будем играть? На чём-нибудь большом и сложном. Чтобы все сразу поняли, какие мы талантливые. На барабанах или на гитаре. О, пианино. Точно. Там так много клавиш, запутаться можно. Вот все удивятся нашему таланту. Кеша, привет. Сделай нам электронное пианино для концерта. Хорошо. А вы играть умеете? Да что там сложного. Вот пианино, а вот ноты. По ним легче учиться играть. С нотами каждый может, а еноты могут и без нот. Ну что, Соня, пора всем показать, на что мы способны. Всегда хотела выступать на сцене. Ха, это так просто. Дай я попробую. Да мы с тобой музыканты. Не, что-то некрасиво звучит. Может, местами поменяемся? Всё равно не то. Давай я буду играть на чёрных, а ты на белых клавишах. Давай. Может, играть быстрее? Точно. Давай попробуем играть с важным видом. Все музыканты выглядят важно, когда играют. Кеша нам сделал плохое пианино. Кеша, твоё пианино плохо играет. Хм, всё работает. Значит, клавиши неправильные. Их слишком много. Да. Зачем столько клавиш? Оставь половину. Ну ладно. Вот, совсем другое дело. Завтра концерт. Опять оно плохо звучит. Может, пока мы несли пианино, оно испортилось? Хм. Что на этот раз? Оно испортилось. Всё нужно переделать. И вообще, эта пианино умеет играть красиво. О, мне легче само пианино научить играть. Вот сейчас вам точно понравится. Саня, пробуй. То, что надо. Теперь мы готовы к концерту. Друзья, добро пожаловать на наш концерт. Выступают Саня и Соня. Одна и та же мелодия по кругу. Я что только не нажимал. Ой, ой, ой. Это всё Кеша виноват. У него какое-то пианино неправильное. Сами вы неправильные. Вы не хотели учиться играть? Вот и результат. Любой инструмент требует изучения. Кто это играет? Сыпа? Как красиво! Ещё бы! Он каждый день репетировал. Ну, если уж Цыпа научился. Цыпа, одолжи нам ноты. Пожалуйста. Побежали репетировать. Ждём вашего нового выступления. Верю-не верю. Обожаю играть. Верю-не верю. Кто начнёт? Давайте я. Это было сегодня утром. Надел я свою счастливую жёлтую кепку и началось. Соня отдала мне все свои конфеты. Потом разрешила взять свой новый самокат. Представляете? А потом... Та-дам! Сложнейший супер-трюк на батуте. И всё благодаря кепке. Ух ты! Я верю. А я нет. Ты всё придумал. Извини, Саня. Я тоже не верю. Эх, Кешу с тучкой не проведёшь. Нет у меня никакой счастливой кепки. Значит, у Сани один балл. Теперь моя очередь. Минуточку. Это приз для победителей игры. Как здорово! Надеюсь, там пирог. К сожалению, пирога там нет. Потому что наш Ципа его съел. Так что сейчас под этим колбаком сидит Ципа. Ха-ха-ха. Я не верю. Ципа на такое не способен. А я очень даже верю. Кто хоть раз пробовал лисичкин пирог, способен и не на такое. Ципа, ты совсем не подумал об остальных. Сейчас же извинись. Ха-ха. Кеша и Саня поверили. У меня два балла. Молодец, лисичка. Теперь моя история. Сегодня около моего дома выросли удивительные ледяные цветы. Чего? Ледяные цветы? Это выдумки. Не верю. Я тоже не верю. Лисичка, а ты? Ну, мне кажется, ледяных цветов не бывает. А это правда. У меня три балла. Я выиграл. Ха. Предлагаешь поверить тебе на слово? Да. Где эти цветы? Они растаяли. Не можешь подтвердить свои слова? Значит, не выиграл. Согласен. Подтвердить не могу. Но это правда. Ага, правда. Хе-хе-хе-хе. А я не удивлен. Медведи обожают выигрывать. Хе-хе-хе. Но я не хитрил. Это правда. Мальчики, ну какая разница, кто выиграл? Давайте есть пирог. Спасибо, лисичка. Но я пойду домой. Ха. Кажется, кто-то не умеет проигрывать. Мне кажется, вы обидели тучку. Кеша, Саня, может, вам стоит извиниться? Да за что извиняться, лисичка? Ледяных цветов не бывает. Ага. Хе-хе-хе. Не бывает? Хм. Посмотрим. Скорее, мальчики. Что случилось, лисичка? Вот вы смеялись, что тучка хитрый. А тут такое. В общем, вот. Ледяные цветы. Ого. Значит, тучка сказал правду? Да. А это значит, он выиграл? Тучка, выходи. Ты победил. Тучка. Привет. Ого. Ледяные цветы, про которые ты говорил, и правда удивительные. Лисичка, ты ошиблась. Эти цветы не настоящие. И пахнут компотом. Эх, я просто хотела, чтобы вы не смеялись над тучкой. Ай. Хе. Подожди, Цыпа. Куда ты нас ведешь? Ух ты. Вот это да. Что это? Ребята, это и есть настоящие ледяные цветы. Как ты их нашел, Цыпа? Значит, тучка победил по-честному. А теперь пойдемте есть призовой пирог. Ха-ха-ха. Распаковка. Привет, тучка. А что это ты делаешь? Привет, ребята. Настраиваю телескоп. Сегодня будет парад планет. А что это? Это когда планеты встают в один ряд на небе среди звезд. Ого. Раз так, мне тоже нужен телескоп. Нет, телескопище. Навороченный, мощный, новенький. Хи-хи. Так-так, мне нужен самый большой телескоп. И чтобы к компьютеру можно было подключить. О, нашел. Заказать. Ого, вот это коробка. Цыпа, ты только посмотри. Он огромный. Ого. Здесь еще и автоматическая настройка технологии. А это что? Ух ты, тряпочка. Для линзы в подарок. Цыпа, да тут столько всего. Давай закажем карту звездного неба. Ну-ка, что тут еще есть? Ого, какой телескоп. А я тут компот принесла. Вечером пригодится. Лисичка, чтобы компот до вечера не остыл, мы закажем термос. Термос? Хорошая идея. Давай скорее откроем. Какой красивый термос. Ой, а тут еще чашечка в подарок. Но только одна. Одной нам точно не хватит. Давай закажем для всех. Легко. Здесь столько всего нужного. Давай выбирать вместе. Ну хорошо. Пишу-пишу-пишу. И еще возьмем палатку. А палатку зачем? Ну погода такая переменчивая. Вдруг дождь или снег. Распаковывай! Какая красивая красная кнопка! Лисичка, стой! Кеша, ты где? Парад планет скоро начнется. Лисичка, ты тоже там? Тучка, я не могу открыть дверь. Мы даже не знаем, где она. Надо было компас заказать. Сейчас я вам помогу. Да где же тут кнопка, чтобы сдуть палатку? Еле выбрались. Иннокентий, а где твой телескоп? Точно, телескоп! Подожди, что-то нащупал. Но это не телескоп. Это компот. Еще теплый. Я в этих коробках телескоп до парада планет не найду. Пойдемте ко мне, у меня все готово. Да. Хотел огромный телескоп, получил большую гору коробок. Не переживай, коробки мы потом разберем. А сейчас важно на парад планет не опоздать. Надо поторопиться. Мы чуть не пропустили такую красоту. Я всегда говорю, важно не отвлекаться на неважное. Это точно. Кому компота? Мне! Лисичка, привет! Пойдем в бадминтон играть. Привет, Кеша! Давай попозже. Сейчас я вяжу свитер. Тогда я подожду. Лисичка, ну скоро ты? Когда вяжешь, спешить нельзя. Тут важна каждая петелька. Ты тогда вечером вязать будешь. О, я изобрету что-нибудь, чтобы ты быстрее освободилась. Вот мое новое изобретение Суперскоростной 3D принтер Так, нам нужно напечатать Лисичкин свитер Смотри, как быстро Идем играть Действительно быстро Но мне нравится самой вязать Так намного интереснее Интереснее? Ну хорошо, довязывай и присоединяйся А я пока за тучкой сбегаю О, еще одна О, и еще одна Привет, сученцы! Пойдем в бадминтон играть Бадминтон это хорошо Но я пока занят Собираю шишки на зиму Шишки? У меня есть принтер, который тебе поможет Смотри, я сейчас тебе столько шишек напечатаю На 3 зимы хватит Готово! Спасибо, Кеша! Спасибо, Кеша! Но сбор шишек для меня традиция Я и к зиме готовлюсь и отдыхаю Ну и отдых! Тогда я к Вале пойду О, еще одна Привет, Валя! Пойдем в бадминтон поиграем Спасибо за приглашение, Иннокентий Но я пока занят раскопками Здесь столько предметов Из древних времен Позови лисичку с тучкой А я к вам позже присоединюсь Да они тоже заняты О, мой 3D принтер поможет тебе Вот, твои древности И при этом совсем новые Вот именно, новые Ну что, идем играть? Извини, Кеша Но мне хочется самому закончить раскопки Не понимаю Я столько времени изобретал Чтобы вы не были заняты Кеша, а когда ты изобретал? Ты радовался? Конечно! Вот! Ой! Кеша, вот и мне приятно Сперва один редкий предмет найти Потом другой Сам попробуй Ну, давай Баля, смотри, что я нашел! Ого! Да это же редкая находка Посуда из эпохи ранних мимимишек Вот вы где! Ого! Это все Кеша напечатал Это мы вместе с Кешей Нашли на раскопках Самому находить древности Так интересно! Валя, давай поищем еще что-нибудь необычное На сегодня Раскопки завершены Тогда что делать будем? Вязать? Или шишки собирать? Мы же хотели поиграть в бадминтон Фой, и правда! А у кого валанчик? Кажется, я его забыл Кеша, а твой принтер Может напечатать новый валанчик? Конечно! Ух ты! Ура! Хорошее изобретение Твой принтер Чего только не сделаешь ради друзей Мультик И отважный принц Вместе со спасенной принцессой Улетели из логова ржавого дракона Конец! Принц молодец! Жаль, что сказка так быстро закончилась Да! Лисичка, а картинка там есть? Конечно, Соня! О! Красота! Вот бы рисунок двигался Чтобы видеть полет принца с принцессой на ракете Ага! И погодит дракона за ними! Легко! Я оживлю рисунок и получится мультик! Давай! А мы тебе поможем! Вот еще! Я сам все сделаю Нарисую много картинок И сделаю машину для просмотра Приходите завтра Привет, Кеша! Красивая картинка! Всего одна? Две? А где мультик? Надо немного подождать Или много? Осталось дорисовать картинки И собрать их в мульт-карусель Сейчас отдохну и продолжу До мультика еще далеко Надо ускориться Кеша, тебе помощь пригодится? Да, кажется, пригодится Мы позовем лисичку Кеша, чем тебе помочь? Картинки надо дорисовать Хорошо А у нас дела Срочные! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, они еще работают Значит, мультик будет не скоро Надо кого-нибудь еще попросить им помочь Цыпа! Сбегай, позови тучку с Валей Кеше нужна помощь Хорошо мы придумали Всем привет! Мы пришли помогать Что надо делать? Помогите мне раскрасить рисунки Пока Кеша собирает мульт-карусель Вот бы еще Саня и Соня помогли Мы бы быстрее справились Кажется, у нас серебряная краска заканчивается Я уже отдыхать устал Ну, когда уже будет мультик? Надо пойти посмотреть Чего они так долго? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я все закончил Нет, не все Доспехи у принца не покрашены И корона у принцессы Что случилось? Серебряной краски не хватило Значит, мультика не будет? Будет! Просто недокрашенный Жалко, что краска закончилась Закончилась? Подождите У нас дома, кажется, была банка краски Да-да, серебряная Ну и быстро! Все готовы? Да-да Подождите Вот теперь точно да На старт Внимание Мультик! Хороший мультфильм получился И наша краска отлично блестела Здорово ты, Кеша, с этой мульткаруселью придумал А вы помогли с картинами А какой будет следующий мультфильм? Это смотря какую книжку будем читать Сейчас посмотрим А там картинки есть? Конечно! О, красота! О, красота! О! Ха-ха-ха! 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 Большой секрет! Хоп! 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 Эх! Скучно! И сыграть не с кем О! Ты на воротах! Лови! о привет валя ты не видел мой мячик привет саня а чего ты сюда залез еще секретную пещеру она отмечена в старых карт нашел чему верить я тут никакой пещеры пойдем лучше на воротах подожди немного вход в пещеру должен быть где-то здесь да где тут вход скала как скала давай лучше мяч поиграем ого что это похоже это и есть секретная пещера секретная пещера надо рассказать о нашем открытии друзьям не терпится посмотреть что там внутри подожди пещера же секретная не надо про нее рассказывать даже друзьям никому это будет наш большой секрет большой секрет да собираем все что нужно для похода в пещеру и встречаемся здесь о саня привет даже я делаю за зачем тебе рюкзак а мне надо за ягодами с рюкзаком и с лопатой там так много ягод да откуда я знаю что там в этой секретной пещере ой в секретной пещере мы с тобой эх проболтался это был большой секрет не волнуйся мы умеем хранить секреты а еще мы напечем пирогов пирогов ладно встречаемся у старого дерева но помните это большой секрет привет . ты не мог бы одолжить мне фонарик конечно на держи только ничего не спрашивай про секретную пещеру ой пещера а можно с тобой ну ладно встречаемся у старого дерева только только это большой секрет большой секрет а зачем тебе кирка а шлем с фонариком валя что у тебя за тайны киша киша это большой секрет я обещал санне никому не рассказывать валя валя ты что проболтался про секретную пещеру секретную пещеру так вот о чем ты не хотел рассказывать ой хорошо что ты теперь все знаешь идем с нами встречаемся у старого дерева и лестница захватить ага не переживайте эх а а а а а а а а Феша, Тучка Вы что, знаете про секрет? Если ты про большой секрет, то да, знаем Кажется, я всем рассказал Ага, по секрету Вот и хорошо Ну что, вперед, в пещеру? Да У-у-у-у Ничего себе Какая большая пещера Вот это красота Только, тссс, это секрет Для большой компании друзей Плохой Валя? На этот раз ваша взяла Но мы еще обязательно встретимся Продолжение следует Давайте поиграем в погоню Теперь я тот крутой полицейский А я твоя умная напарница А я... А я тогда, получается, буду плохим? Ты плохим? Почему вы смеетесь? Ты слишком хороший Да, у тебя не получится быть плохим Но разрешите мне хотя бы попробовать Мне так хочется черную маску и плащ Ладно, хочешь быть плохим? Мы тебя научим Спасибо вам большое Вот тебе первое задание Перестань быть вежливым Я плохой Я очень плохой Я очень плохой и... Невежливый Не забудь, Валя Ни с кем не здоровайся А лучше даже спиной повернись Привет, Валя Привет, тучка Ой Валя, Валя Хе, я же говорил Простите, пожалуйста Как-то само вырвалось Как ты собираешься быть плохим Если ты такой вежливый? Даже не знаю Но я постараюсь Ладно, вот тебе второй шанс Никому не помогай Научись говорить нет Я плохой Я очень-очень плохой Я плохой Я очень-очень плохой Фух О, Валя, привет Я плохой А мы тут с цыпой Грязки копаем Копаете? Может, вам нужна помощь? Спасибо, Валя Ты такой хороший Я? Нет, я плохой Я очень плохой Плохой? Пссс Да ты шутишь Только никому не говори Привет, ребята Спасибо, Валя Ты так помог Нам пора Идем, цыпа Нам тоже пора Играть без тебя Мне так хотелось Поиграть с вами Может, дадите мне Последнюю попытку? А? Ну Если только последнюю Сломай что-нибудь Да, нарочно сломай Если не справишься Играть не приходи Здравствуй, Иннокентий Привет, Валя Проходи Только я немного занят Киша А у тебя нет чего-нибудь Ненужного? Или сломанного? Ну что, Валя У меня не бывает такого Понятно Сломалась? И ерунда Просто разрядилась А, Кеша А можешь Одолжить мне напоминалку? Конечно Только нужно Её зарядить Спасибо Но мне как раз Нужна разряженная Ну Хорошо Ну вот Готово Не работает Молодец, Валя Теперь ты можешь Быть плохим Приём, приём Начинаем погоню Ты чего стоишь, Валя? Убегай О, убегать? Конечно Ты же сломал напоминалку Извините Но я её не ломал Она сама разрядилась И вообще Мне что-то не нравится Быть плохим И как же теперь играть? А давайте Поменяемся Ну ладно Пусть Валя Будет полицейским Спасибо Я буду хорошим полицейским Уж в этом Мы не сомневаемся Спортивные игры Друзья, смотрите, что я нашёл Ух ты Настоящее копьё Какое старое И необычное Да Это спортивное копьё для соревнований Раньше не только копья бросали Было много разных спортивных состязаний Давайте и мы такие устроим Давайте Для начала надо построить спортивные площадки Добро пожаловать на соревнование нашего леса Ура! Бежим соревноваться! Стойте! Мы забыли провести церемонию открытия А что для этого нужно? Кто-то должен пронести флаг спортивных игр Я готов А почему сразу ты? Я тоже хочу Нет, я Я И я хочу Вообще-то это должен быть самый быстрый, ловкий и сильный спортсмен Прямо как я Ребята, не ссорьтесь Флаг понесу я Извините Но я тоже хотел бы нести флаг Но он один А нас много Давайте устроим состязание Кто наберёт больше очков Тот и понесёт флаг Пусть победит сильнейший Ну и кто из нас быстрый и ловкий? Ура! Я победил! Не торопись! Впереди ещё пять испытаний Я ещё наверстаю also frommom Lop Бабар! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла different Stuart На фаркас' Бабаркас' Бабаркас' , КОНЕЦ КОНЕЦ Последнее испытание. Решающее. Готовься проиграть. Ещё посмотрим. Ничего, смотрите. И так понятно, что самый спортивный я. Ура! Да, да, я победил! Ура! Давайте скорее флаг. Как? Ничья? И что теперь делать? Как мы решим, кто понесёт флаг? Получается, мы все достойны. А давайте будем нести его по очереди. Это называется эстафета. Мне нравится. Хорошая идея. КОНЕЦ Объявляем спортивные игры нашего лета открытыми! Ура! Челленджи! Саня, лови! Ученцы, влог! Не поможет! Ура! Ха-ха, мимо! Саня, тебе идти за мячом! Неохота! И вообще, надоел уже этот волейбол! Ладно, так и быть! Ничья! И чем же теперь займемся? Надо подумать! А чтобы лучше думалось, надо подкрепиться! Отличная идея! Ни за что не догадаетесь, что я сегодня приготовила! Точно! Надо устроить челлендж! Что-что? Прости! Челлендж! Это такая игра вроде конкурса! Один начинает, а другие должны повторить! Ну и при чем тут лисичкина еда? А при том, что можно превратить это в челлендж угадать еду по вкусу! С закрытыми глазами и носом! Звучит весело! Я начну! Вот так! Иннокентий к дегустации готов! Готов! Это просто морковный кекс с изюмом и орехами! Угадал! Я следующий! Ой! А у меня кроме кексов ничего нет! Только лимон для чая! А как вам такой челлендж? Кто съест больше долек лимона, не поморщившись? Отличная идея! Ээээ... Извините, но по-моему это какая-то глупость! Я, пожалуй, пойду домой! Фу! Кислятина! Ерунда! Дайте мне сразу две дольки! И совсем не кислы! Эй! Эх! Суденция! Твоя очередь! Моя! Я объявляю следующий челлендж! Нарисовать картину ногой! Бегайте на перегонки с вазой на голове! А давайте, кто лучше станцует на роликах! Это я просто устал! О! Челлендж! Кто достанет самое высокое яблоко? Достало! Ой! А как теперь спускаться? Ребята, надо помочь Соне! Точно! Устроим челлендж! Помоги Соне! Может, лучше просто помочь? А чтобы было интереснее, черни касаться дерева! Я сейчас! Соню спасет реактивный медведь Иннокентий! Ой! Заправиться забыл! Ну вот! Теперь нас обоих придется спасать! Не бойтесь! Я уже иду! А-а-а! Челлендж, кажется, назывался «Помоги Соне», а не застрянь вместе с ней! Ничего! Мой батут всех выдержит! Сейчас на всякий случай испытаю! Ой! Да, этого я не учел! Ну и что же делать? Одной мне вас не вытащить! Пойду завалить! Ничего себе! И как вас угораздило застрять там целой компанией? Это все челленджи! Да уж! А мне они сразу не понравились! Спускайтесь! Спасибо, Валя! Мы слишком увлеклись этим дурачеством! А ты один не поддался! Все хорошо в меру! Кроме лисичкиных кексов! Я бы съел сейчас целую гору! Гору не обещаю! Но дома еще полная корзина! Маяк! Здорово ты, Кеша, придумал с этим походом! Ага! Скоро выйдем к берегу, где нас ждет лодка! Ого! Там впереди дерево без веток! Полосатые! Это же самый настоящий маяк! Ура! Я нашел маяк! И как мы раньше его не замечали! У нас на севере такие маяки стоят на берегу океана и своими огнями помогают не потеряться тем, кто в море! А почему этот маяк не светит? Наверное, там нет смотрителя! Тогда я буду смотрителем! Я ведь первый маяк нашел! А давайте заберемся на самый верх! И вместе поиграем в смотрителей! Вам туда нельзя! Это еще почему? Потому что смотритель может быть только один! Тогда что нам делать? Значит, будем плавать на лодке! Пойдем, лисичка! Ладно, Цыпа, можешь остаться! Будешь моим помощником! Цыпа, пойдем осматривать маяк! Ой, тут как-то слишком темно! Нет, в темноту я не пойду! Как бы еще включить маяк, чтобы он светился? Ну вот, почему тут ничего не работает? Наверное, электричества нет! давай так поиграем! Ого! Да отсюда все видно! ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Отчуда маяк, еще красивее! Тучи над морем тоже красивые Ой, тучи! Похоже, сейчас будет шторм Спокойно, мы быстро доплывем до берега А где берег? Лисичка, помоги Будем подавать сигналы бедствия Какой противный ветер Сыпа, на этом маяке совсем ничего не работает Даже море не видно Ой, оно только что было Если мы не видим море То, наверное, ребята не видят берега Тут надо срочно спасать Да как же этот маяк работает? Сыпа, куда ты меня зовешь? Вниз? Ладно, давай проверим Вдруг он там включается? Темно Но ребятам нужна помощь Эх, придется спускаться Нужно найти рубильник О, молодец, Сыпа Включай Сейчас маяк заработает Пожалуйста, маяк Включайся Смотрите, там что-то светится Это маяк Мы спасены Простите, что я не пустил вас играть на маяке Главное, что ты смог его включить И спасти нас Без цыпы я бы не справился Надо придумать такое устройство Чтобы маяк сам включался в плохую погоду Но я все равно буду за маяком присматривать Вместе с Сыпой Яркие моменты Вот это приключение Лучший поход в мире Жаль, что он так быстро закончился И что фотографий не будет Саня, это ты забыл взять фотоаппарат Ребята, не расстраивайтесь У меня есть идея Как сохранить память о походе И как же? Давайте нарисуем самые яркие моменты нашего путешествия Молодец, Валя Хорошая мысль Используем любые материалы и техники Пусть каждая работа будет особенной А завтра устроим выставку Надо добавить сюда камней Офрыв должен быть опасным Доброе утро, Кеша Привет Можно взять у тебя желтую краску? Моя закончилась А я еще не дорисовала цветочную поляну Конечно Вот на той полке посмотри Там есть и желтая, и зеленая, и даже с блестками Ух ты! С блестками! Ты делаешь аппликацию? Ага Как красиво! А это что? Тут у меня крутые скалы А здесь робот-медведь Нравится? Очень! Только, по-моему, не хватает цветочков Еще я бы добавила блесток А на робота сердечко На робота? Вот, смотри! Так гораздо красивее! Как-то по-девчачьи получилось А мне нравится Еще бы картину тучки посмотреть Пойдем к нему, пока ты все сердечками не заклеила Здравствуй, тучка! Привет, тученцы! Привет, ребята! Что тут у тебя? Ого! Мозаику делаешь? Вот это работа! Только мне для работы нужны тишина и спокойствие Ясное дело! Я само спокойствие! Красивый пейзаж! Только чего-то не хватает Чего не хватает? Опасностей мало Нужны большие волны Ну, ну, мне кажется... Вот, теперь хорошо! Красота! Давайте еще добавим сердечек и блесток Сердечек? А куда здесь сердечки? На солнышко! Спасибо, конечно! Но это уже совсем не моя работа Мне нравилось, как было Ну, вот Ой, как жалко! Что-то сегодня у всех работа не клеится Давайте сходим к Сане и Соне Посмотрим, как у них дела Саня, ты испортил мою картину Не испортил, а улучшил Я не хотела ничего улучшать Кажется, здесь творчество в самом разгаре Да уж, работа кипит Всем привет! Ого, вы все здесь! А как дела с вашими работами? Было хорошо, пока Саня все не испортил Не испортил, а улучшил Хм, зачем же улучшать? Сонина работа и так замечательная И твоя, Саня, очень красивая Такая яркая Но зачем здесь макароны? Это Соня добавила Ты первый начал! Ребята, не ссорьтесь Просто нам нравятся разные И каждый изобразил поход по-своему Ой, значит мы зря исправляли чужие работы? Получается, что зря Давайте попробуем еще раз Но теперь сделаем все так, как задумали Согласен Замечательная площадка Получилась выставка Все работы такие красивые И не похожие друг на друга Будем смотреть на них И вспоминать наше путешествие Что-то я не припомню Макаронной поляны А я робота-медведя Ребята, вы опять? Охрана безопасности Привет, Кеша Что там? Осторожно, тучка! Это же дикая природа Она может прыгнуть Не подумал о безопасности Не подумал Никто не думает о безопасности Пока не приходит опасность Но у меня есть идея Мы встанем на охрану безопасности Нашего леса Цыпа Цыпа, добавь еще водички Так-так А что вы тут делаете? Привет, мальчики Мы строим замок из песка Хотите с нами? Нет, лисичка Мы на дежурстве Да, кругом опасность Опасность? Да Вы с Цыпой сидите у воды И можете простудиться Инспектор Тучка Каким должно быть расстояние От воды до песочного замка? Безопасное расстояние Составляет Вот столько Но как же мы построим песочный замок Если весь песок остался на пляже? Лисичка Простуду гораздо легче предупредить Чем вылечить Об этом и многом другом Вы узнаете на лекции По охране безопасности Сегодня после обеда И хорошего вам отдыха Ой Соня Сбегай за молотком Вот еще Сам сбегай Привет, ребята Молоток не подкинете? Нет Тяжелые предметы Подкидывать нельзя Да-да Это очень опасно А еще опаснее Строить домик на дереве Может произойти падение с высоты Под деревом Строить тоже опасно Сверху может упасть шишка Или тяжелая ветка А крыша может обрушиться Внутрь помещения И уронить стены Ну вот Такой домик на дереве Можно считать безопасным Но это же не домик И не на дереве Зато безопасно Не благодарите И обязательно приходите На лекцию После обеда Кеша, точка Что вы делаете? Служба охраны безопасности Закрывает этот музей Но почему? Потому что в нем Нет плана эвакуации Друзья Вы не заметили План висит на стенке справа Пойдемте Я покажу Фот запрещен Музей закрыт Ждем тебя на лекции По правилам безопасности Друзья Наш лес полон опасностей Поэтому Службой охраны безопасности Разработан специальный костюм Для жителей леса Выходи, тучка Кеша Неужели мы все будем так ходить? Конечно Это необходимо Для обеспечения безопасности Костюм прекрасно защищает От ветра А также От дождя И даже От падения Твердых предметов Ой, я Я не могу Выбраться Не волнуйтесь Тучка в абсолютной безопасности Сейчас он будет спасен Скорее, Кеша Мне тесно Подожди, тучка По правилам безопасности Сначала нужно Обозначить Зону проведения работ Кеша Хватит правил Просто Вытащи меня Нужно помочь Тучке Как же она открывается? Как же она открывается? А, вот Ой, тучка Это нарушает правила безопасности Да хватит уже, Кеша Наши правила никому не нужны Потому что они применяются Не там, где нужно Простите, друзья Кажется, мы с тучкой И правда перестарались А пойдемте кататься на великах Только не забудьте Надеть защитные шлемы Для безопасности А вот это разумно Молодец, лисичка Погнали! Брат и сестра Все, я наелся Пойду покатаюсь на скейте А-а-а! Соня, ты же должна была прибраться Да, а ты должен был помыть посуду Что-то мне неохота Давай лучше ты ее помоешь Ну уж нет Я вчера мыла Сегодня твоя очередь Да куда же он делся? Нет В таком беспорядке его не найти Соня, надо прибраться Сначала помой посуду Помою, когда ты приберешься Нет Сначала посуда Вредина Сам вредина Все, ты мне не сестра Найду себе другую Получше Ну и пожалуйста А я найду себе другого брата Привет, Кеша Что делаешь? О, Соня, привет Вместе пудинговзбивалку делать Подай-ка мне вон ту отвертку А теперь пассатижи Может лучше в догонялке? Сначала доделаем пудинговзбивалку Ключ на 12 Да Саней интересней было Вместе по лесу идут Собирают шишки Ла-ла-ла-ла Лисичка, привет! Привет, Саня! Ты в гости? Я домой В общем, ты теперь моя новая сестра Сестра? А как же Соня? Она отказалась быть моей сестрой Поэтому встречай брата Ой, а что должны делать сестры? Как что? Заботиться и вкусно кормить А я как раз собиралась торт готовить Поможешь? Помочь? Нет Торты я люблю есть А не готовить Но я думала, братья всегда помогают сестрам Готовят, прибираются, моют посуду Как? И здесь мыть посуду? Все сестры одинаковые О, найду себе лучше брата Извини, Лисичка, мне пора Привет, Валя! У меня для тебя отличная новость Теперь ты мой брат Ой, как неожиданно А я еще никогда не был братом А как же Саня? О нем не беспокойся Ты любишь игры? Очень люблю Особенно шахматы Давай лучше в догонялки Да что-то не хочется Ну тогда в няч Честно говоря, я больше люблю интеллектуальные игры Головоломки, ребусы, кроссворды Эх, Саня хоть и вредный, но с ним весело Привет, сучка! Тут такое дело, будешь моим братом Молчание – знак согласия Давай в прятки Давай в прятки Тсс, не мешай А что ты делаешь? Слушаю, о чем говорят волны Правда? И о чем они говорят? Садись и сам послушай Только тише, а то ничего не услышишь Да уж, Соне веселее было О, найду цыпу Пусть лучше он будет моим братом Ах, где же мне найти такого брата, как Саня? Придумала! Им станет цыпа Саня? Соня? Прости меня, пожалуйста Ты самая лучшая сестра на свете А ты – самый лучший брат Если хочешь, я помою посуду Договорились Ты моешь посуду И прибираешься в комнате Эй! Шучу! Пойдем лучше поиграем в догонялки Ха-ха-ха! Паровоз Ого! Не может быть Невероятно Вы – вы такая красивая Вам, наверное, неудобно Я сейчас вас подниму Ой Извините Простите Я не хотел Ой Вы только не волнуйтесь, пожалуйста Я вас починю У меня в музее есть суперклей Спасибо, лисичка Очень вкусно Привет Представляете Я нашел Такое Что нашел? Я нашел В дальнем лесу Античную статую Но не знаю Как доставить ее в музей Дело в том Что она очень хрупкая Вот Какой красивый цветок Вот бы увидеть всю статую Я сейчас что-нибудь придумаю Где эта статуя? В дальнем лесу Там еще красивый вид на горы Ясно Я знаю это место Если статуя далеко Тяжелая и хрупкая То нам понадобится Эээ Железная дорога Вот здорово А это сложно? Очень Но не для меня Первую месту Железную дорогу Откроет лисичка Я? Спасибо, Кеша Подождите А на чем же мы поедем? О! Представляю вам первый И самый быстрый в лесу Паровоз Вот это да! Ничего себе! Поезд отправляется Просьба всем пассажирам Занять свои места ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сыпа, бежим за цветами Ну, Валя И где же тут твоя статуя? Кажется, где-то здесь Рядом была река А справа гора Ой, кажется, это другое красивое место Хотя и очень похожее Давно пора их как-нибудь назвать Чтобы не путать И сделать настоящий путеводитель А этот венок для статуи Мы не туда приехали, лисичка Нужно ехать дальше Назовем это место Лисичкин лук Гору мы назовем Хешина гора А это Лисичкин водопад Пусть это будет Зиппим тоннель Хе-хе-хе Вот она Моя статуя Валя Она такая прекрасная Закрепляй получше, тученцы А это место мы назовем Валина находка Ну вот Теперь это самый выдающийся экспонат Моего музея Спасибо вам, друзья Давайте сделаем фото на память Похоже, нужен специальный клей Для античных статуй А такое бывает? Сделаем Ура! Медвежьи услуги Привет, тученцы Что мастеришь? Привет, Кеша Вот домик для птичек Приятно сделать доброе дело А знаешь, что еще приятнее? Делать добрые дела Всем жителям леса Отличная идея Надо только придумать название Нашей команде Эм... О! Бюро медвежьих услуг Гениально! На-на-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на-на Привет, лисичка Привет! Бюро медвежьих услуг Твоим услугам Какую помощь тебе оказать? Ой, не знаю Белье я уже развесила Посуду помыла Компот Скоро будет готов Помощь мне не нужна Не нужна? Не расстраивайтесь Вы обязательно найдете Кому помочь А потом приходите пить компот Тучка, я знаю Мы поможем высушить белье Отлично, Кеша Правда, как-то раз я уже делал Лисичке сушилку для белья Но Сегодняшняя модель Будет гораздо совершеннее Привет, Валя Кеша, Тучка, это вы? А я так испугался Да, Валя, это мы Бюро медвежьих услуг Чем тебе помочь? Хочешь, вынесем камни, которые ты выкопал? Спасибо, друзья Не беспокойтесь Я вывезу их по железной дороге Вале помощь тоже не нужна У него есть железная дорога и вагончик Вот и прекрасно Сделаем из них операцион Помнишь, как Валя сначала испугался, а потом рассмеялся? Ну, конечно, именно так и должен работать хороший аттракцион Ну что, теперь к лисичке пить компот? Подожди, Кеша Вижу работу для бюро медвежьих услуг Сыпа хочет яблоко Приятного аппетита, Цыпа Отлично! Еще одно доброе дело Идем Компот мы сегодня заслужили А-а-а! Мальчики! Помогите! Ты в порядке, Лисичка? В порядке И откуда здесь взялся этот вентилятор? Теперь бельё придётся стирать заново Лисичка, это мы с тучкой его поставили Но зачем? Чтобы оказать тебе добрую услугу Но я же вас не просила Эх, сегодня никто нас не просил А помогать так хотелось Всё понятно Кому вы ещё помогли? Валя, Валя, не бойся Это не настоящее привидение Ой, и правда Интересно А как оно оказалось у меня в пещере? Объясните, Валя, как в его пещере оказалось не настоящее привидение Это наш пугательный аттракцион Чтобы Валя стало весело Спасибо, друзья Вот только мне совсем не весело Когда меня пугают Прости нас, Валя И ты прости, Лисичка Мы больше не будем оказывать непрошенные услуги Прощаем Прощаем Приглашаю всех пить компот Да Стойте Нужно исправить ещё одно доброе дело А теперь, если кому-то надо помочь выпить компот Я к вашим услугам Ну уж нет Спасибо Сами справимся Будильник Ну вот, всё готово для викторины Осталось дождаться Валю Он придумывает такие интересные вопросы Только почему-то всё время опаздывает Хоть бы раз вовремя пришёл И правда Где же Валя? Может, что-то случилось? Давайте сходим за ним Ребята, привет Простите, я проспал Вчера весь вечер готовил вопросы А мы тебя всё утро ждали О, мне очень жаль Я хотел проснуться пораньше Но у меня не получилось Я придумал Вставать вовремя тебе поможет будильник Отличная мысль У нас дома как раз есть запасной Хочешь, мы его тебе отдадим? Спасибо Может, хоть завтра вовремя начнём Не забудьте Утром ставим рекорд по прыжкам через скакалку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, ничего не получилось Мы всё испробовали Валю даже пушкой не разбудишь Придётся идти в поход без него ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая чудесная прогулка Жалко, что Вали с нами не было Давайте зайдём к нему на обратном пути Угостим ягодами и грибами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валя, привет! А, друзья, заходите Я почти готов Умылся, позавтракал, собрал рюкзак Осталось взять мячик И можем идти Куда идти? Уже поздно В поход Мы только что из него вернулись Как? Я опять всё пропустил Да, мы не смогли тебя разбудить Но принесли тебе ягод и грибов из леса Ах, спасибо Но я только позавтракал Валя, я понял Твой режим дня сбился Ты очень поздно засыпаешь И поэтому поздно встаёшь Заведи будильник на вечер Чтобы знать, когда ложиться Хм, действительно Надо попробовать Выходит, мне уже пора спать Спокойной ночи, Валя Ого, доброе утро, Валя Ты не проспал? А я не сомневалась Представляете Я уже так много успел Написал вопросы для Викторины Покормил цыпу Прогулялся по лесу Заварил чай Теперь мне кажется, что это я слишком поздно ложусь Значит, тебе тоже нужен вечерний будильник Ха-ха-ха-ха Круги на полях Ещё И вот тут Ага Неплохо Нет, Сыпа Не надо мне помогать Привет, Кеша Привет! А зачем ты красишь траву? Это знаки для посадки космических кораблей, чтобы инопланетяне прилетали в гости. Ого! Здорово! Осталось придумать, как их встретить. А можно мы с тобой? Мы любим встречать гостей. Да, очень. Думаете, это просто? Вот встретите как-нибудь не так, они обидятся и улетят. Не обидится, Кеша. Мы их хорошо встретим. Кеша, смотри, что мы придумали. Давай всё украсим цветами. Вот ещё! Не смешите! Пришельцам это не нужно, они же инопланетяне. А вдруг им понравится? Наверняка. Нет, цветы это не серьёзно, а посадочные огни – другое дело. Эх, мне так хотелось встретить гостей цветами. Жаль, что Кеша эта идея не понравилась. А давай поставим их здесь. Давай! Будет красиво! Кеша, я испекла пирог для гостей. Лисичка, ну откуда ты знаешь, что инопланетянам он понравится? У них же всё по-своему. Им нужен инопланетный пирог. А как тебе такая идея, Кеша? Давай споём гостям весёлую песенку. Ты шутишь? Пришельцы серьёзные путешественники. Им не до песен. Эх, ладно. Пойдём, лисичка. Мне понравилась идея с песней. Давай споём им нашу любимую. Ну какие песни, Цыпа? Тучка, лисичка, что вы там опять придумали? И корабль успели собрать. Ха, видно, что торопились. Здесь не покрашено, тут болтается. А костюмы так было модно в позапрошлом сезоне. Форма глупая. Антенны какие-то. Да настоящие инопланетяне смеяться будут. В общем, не обижайтесь, друзья. Но это не годится. Вместе по лесу идут Собирают шишки Ла-ла-ла-ла Тучка, смотри, что это? Кажется, это летающая тарелка. Они прилетели. Бежим встречать. Уважаемые инопланетяне, у вас всё в порядке? Не пугайтесь, мы вас не обидим. Меня зовут Лисичка, а это Тучка. Добро пожаловать на нашу планету. Я испекла вам пирог. Угощайтесь. Он, конечно, не инопланетный, но нравится всем. Особенно Кеше. Кеше, он же вас ждёт. Вам обязательно нужно с ним познакомиться. Ох, я же всё подготовил. Ну где же они? Почему не летят? Тучка, Лисичка? Кеша, смотри, какие гости. Выходите, друзья, не стесняйтесь. Ого, так вы настоящие инопланетяне? А я вам тут глупости наговорил. Извините, пожалуйста. Ух ты, инопланетный пирог. Я с удовольствием попробую. Пирог объедения. Да, пирог просто космический. Не поделитесь рецептом с нашей Лисичкой? Кеша, так это же Лисичкин пирог. Вот это да. А я и думаю, какой знакомый вкус. Лисичка, скоро твои пироги прославятся на всю вселенную. А теперь мы споём для вас песню. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла-ла, вместе песёнки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цыпов, вот ты где! В этот чудесный день я поздравляю тебя с днём рождения! Вот мой подарок! Летающий ранец! Приятного полёта! Не бойся, Цыпа! Всё очень просто! Смотри! О-о-о! Да! Здорово! Ха-ха-ха! Да! Ой, ты куда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Цыпа! Иннокентий! Привет, тученце! Смотри, какой подарок я сделал Цыпе на день рождения! Ух ты! Здоровский! Цыпа, а я тоже приготовил тебе подарок! С днём рождения, дорогой Цыпа! Я дарю тебе нарты! Теперь ты как настоящий житель Севера! Ого! Поздравляю! Сюда запрягают оленей! Иди, Цыпа, попробуй! Оп! Отлично выглядишь! Цыпа, ты куда? Стой! Подождите меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого! Вот это находка! Привет, Валя! Ты Цыпа не видел? У него сегодня день рождения! Ой, а я не подготовился! Что же ему подарить? Так подарим вазу! А ты уверен? Ваза отличный подарок! Не сомневайся, Валя! С днём рождения, Цыпа Привет! А что это вы все в костюмах? Новый год встречаете? Почти! Новый год, Цыпы! У него сегодня день рождения Да знаем, знаем! Соня, доставай подарок! Цыпа, поздравляем! И дарим тебе самый лучший подарок Тройстик! А где приставка? Она у нас дома Но ты, Цыпа, приходи к нам играть Хоть каждый день Кроме понедельника, вторника и выходных Цыпа, как я рада тебя видеть! С днём рождения! Привет, Лисичка! Привет, ребята! А что это с вами? С нами наши подарки Цыпи Летающий ранец Северные нарты Старинная ваза И самый лучший подарок Джойстик! Смотри, как Цыпа радуется! Подарки замечательные! Но, по-моему, Цыпа радуется тому Что рядом мы, его друзья Ведь всё, что нужно Цыпе для праздника Это друзья Стрикозы И пирог с мармеладными червяками Да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С днём рождения, Цыпа! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова